Люди на Востоке пошли голосовать, потому что их спровоцировали идти голосовать. Путину были необходимы эти выборы для того, чтобы то террористическое образование, которое там сформировалось, институтализировать. Для того, чтобы оно выступало субъектом какой-то региональной или межрегиональной, но внутренней в рамках страны политики. Для того, чтобы через полгода, после того, как в ДНР и ЛНР будет примерно 30% безработицы, а это самый оптимистический прогноз. После того, как задержки по выплатам пенсии и всевозможных других пособий составят несколько миллиардов гривен, повезти этих людей в Киев за этими пенсиями и этими зарплатами. Это четкий геополитический план Путина спровоцировать в середине нашей страны гражданское противостояние, а попросту войну между Восточной Украиной и Европейской частью Украины. То есть подтолкнуть ЛНР и ДНР к военным действиям против Украины. Второе. Эти все события произошли, к сожалению, после кощунственной, беспрецедентной, небывалой за всю историю нашей страны, тысячелетнюю историю нашей страны, государственной измены первого правительства и первого переходного или исполняющего обязанности президента страны. Я глубоко убежден, что Крым был не сдан, а продан той переходной властью, которая существовала. Это первое. Второе. Извините, я не ослышался, Сергей. Не ослышались. Я один из первых политиков, которые приехали на Восток тогда, когда развивались события на Восток. Я неоднократно звонил нашим силовикам и говорил о том, что там начинается что-то очень похожее на отделение, но уже полноценное, масштабное, глубокое отделение этой части, причем руками Путина, с инвестированием в эту сепаратизацию огромных средств. Но, к сожалению, никто не слышал и никто не верил, что эти события происходили. А кто не слышал? Разрешите, я закончу. Мой комитет по вопросу национальной безопасности и обороны собирался 39 раз. Мы направили Турчинову и Яценюку 39 пакетов полных рецептов для решения этой проблемы. Я сегодня ответственно заявляю, это война, это потеря территории на Союзе. А почему вы раньше об этом не говорили, Сергей? И последнее. Почему раньше не говорили об этом? Я всегда это говорил. Поднимите, пожалуйста, все мои выступления. Я вам больше скажу. Я сразу зарегистрировал проект постановления в Верховном Совете Украины о создании временной следственной комиссии, о расследовании государственной измены теми политиками, о которых я говорю. Но это самое мелкое из преступлений, которое было совершено. Потому что было совершено второе преступление. Это то, что до сих пор в нашей стране продолжается плодиться коррупция. До сих пор в нашей стране у премьера нету плана реформ. И за эти полгода, чтобы вы знали, правительством было проигнорировано все обязанности по координации работы в зоне АТО. Чтобы вы знали, в соответствии с законом Украины по борьбе с терроризмом, именно премьер и правительство, это четвертая статья, несет полную ответственность за всю антитеррористическую операцию в стране. Сегодня говорят, нету чем кормить солдат, нету кормить чем солдат. Руководитель госрезерва заявляет, у нас есть 2 миллиона банок тушенки. Но премьер не хочет брать эту тушенку, потому что и правительство... Подождите, Сергей, я вот... У вас есть медикаменты. Извините. Я вас перебью, но я вас слушаю. Вы хотите знать, послушать здесь лозунги или информацию? Нет, нет, я просто хочу спросить, а вот после того, как вы такие резкие вещи говорите, как же вы там коалицию-то будете составлять? Медицинское, я сейчас поговорим о коалиции. Дальше. Медицинское оборудование, современнейшее медицинское оборудование, которое есть в госрезерве, медицинские препараты, которые есть в госрезерве, сегодня Кагмин не может собрать и согласовать передачу бесплатную нашим солдатам на это все дело. Вот сегодня, буквально, вот в эти дни, вот в эти часы, это невозможно. Вместе с тем, есть теплая одежда. Я вам открою большой секрет. У нас есть достаточное количество теплых палаток и буржуек для этих целей. Кроме прочего, за эти полгода в зону АТО, в Макеевку, было перечислено несколько сот миллионов гривен на научно-конструкторские и опытные работы правительством. Вдумайтесь, в Макеевку, полностью контролируемую Путиным, там где господствуют даже не царит и не правит, а господствуют террористы и бандиты, было перерасчитано вот такие суммы. Да, и три миллиарда гривен за долги, которые были сформированы предыдущей правительством, семьей, вернее, или предыдущей семьей, собственно, на развитие угольной промышленности. Мустафа Наем, ваш коллега, да? Просто Мустафа, он не депутат и не может, к сожалению, начать расследование. А я сегодня, еще не депутат, я сегодня обратился к генеральной прокуратуре. Но вот он, тем не менее, цифру-то приводит в три миллиарда почти гривен, перечисленных на различные предприятия угольной отрасли в Донбассе. К сожалению, можно продолжать бесконечно, этих преступлений против государства совершено огромное количество. Это все жизнь правительства, а какая же жизнь простых людей? А знаете, что за последние несколько месяцев покупательная способность пенсии упала на 40%? У нас была 1450 средняя пенсия при долларе 8, сейчас доллар 16 и нужно покопаться, почему он 16? Не, извините, все-таки не ответили. А как же вы с таким настроением, извините, коалицию будете творить? Формула, по моему личному мнению, по моему глубокому убеждению, и я позволю себе не согласиться с президентом, успешное правительство в нашей стране может быть лишь по двум формулам. Яценюк не премьер-министр, и вторая формула, ты премьер-министр не Яценюк.